Ребята, всем привет! Сегодня у нас 20 мая, вот приехали на пасеку, смотрите, видите, рой? Видите, какой огромный? Вон там наша пасека и рядышком дерево. И вот они сюда вылетели, слетели, видите? Сейчас муж всё приготовит и будем снимать. Он будет снимать, а я буду... Я буду тоже снимать, только видео. Он будет пчёл снимать, а я буду видео снимать. Вон он уже идёт. Снимать. Давайте я немножечко подальше отойду. Ой-ой-ой, сколько их много, смотрите, как они висят прямо. Ты щётку не взял? Что, пойти принести? Не надо, понимаешь? Что-то муж мой подумал и говорит, возьми лучше зонтик, принеси мне, потому что зонтиком лучше. Кто-то нас критиковал в комментариях, что мы не умеем снимать пчёл. Но вот этот способ с зонтиком самый лучший, я считаю. Вот он сейчас сюда пересидит, чтобы они успокоились. Там рамки уже стоят с однодневным засевом, чтобы пчёлки не слетели. Сейчас он приготовил там уже ящик пулей. А вот здесь что, они сюда упали, да? Да, да, упали. Сейчас, слушай. Сейчас, что, поделиться. Он прямо рамки сейчас выставит, видите? Сейчас я подойду, может быть, успею подойти пока. Видите, как. И всё. С какого улика он не вылетел, интересно, этот рой. Сейчас он проверит. Одну рамку он с расплодом обычно ставит. Видите, сколько там пчёлок, смотрите. Вот сейчас ещё раз пойдёт снимать. Знаете, ребята, вот мой муж говорит, это самый удобный способ вот так вот в этот зонтик снимать. Вот эти раи, которые только-только слетели, вылетели, они не кусаются. Вот в этот момент они, ну, конечно, они жужжат, летают, но они не кусаются. А если пчёлы просидят какое-то время уже, там, сутки или сколько на дереве, и их сразу не снять, они потом делаются очень злые. Ребята, смотрите, только один рой сняли, да? Может, говорит, пойду посмотрю ещё. Может, ещё что найду. Смотрите, нашёл ещё один рой. Видите, сидит. Сейчас он будет снимать его. А вон там наша пасека. Его сейчас не видно, пасеку. Немножко дальше они летели. Вот зараза, а. И вот этот рой, он высоко сел. Сейчас он его по барынке, и начнёт снимать. Немножко не хватает, но... Может, дотянуться? Да. А может, проволоку надо было тебе взять в крючок, ведь... Вот как ты будешь его снимать, я не знаю. Очень высоко. Вот эти теперь, они уже злые, наверное. Когда он стал снимать, мы увидели, что там уже овощина. А это значит, что они уже сидят там день или два. И всё. И теперь они уже очень злые. А мы без одежды. Без масок, без всего. В общем, они на нас напали. Меня укусили прямо в голову, где волосы. В волосах запутались, наверное, штук 6-7. И за руки. Ну, это за руки не страшно, а голову это страшно. И, в общем, мы как ненормальные чухнули оттуда. Бежим. Я забыла видео выключить. Вот так у меня снимается видео. Вот теперь муж оделся, сделал дымарь и пошёл снова дальше снимать. Снимать пчёл. Я больше туда не пойду, сказала ему. Пошли они нафиг эти пчёлы, пусть улетают, если хотят. Не покусали тебя? Больше нет. Ну, хорошо тогда. Вот, смотри. Ну, вот эти все, покажи. Покажи эти все ломтики. Вот столько воска, они уже натянули, представляете? Вот, ребят, смотрите. А это наша собачка. Она не такая дура. Ни на шаг от меня не отходит. Пчёлам не подходит близко. Её тоже уже кусали. Если понравилось, ставьте лайки, если не жалко. Подписывайтесь на наш канал. Всем здоровья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok